Бывает, что они сюда вот выбегают и тут вот отсюда валают на прохожих, учитывая, что тут жилые дома. В Новоалтайске семья собак в одном из микрорайонов города облюбовала гаражный кооператив и пустырь вблизи жилой многоэтажки. Дети идут с поселка Северного в школу, в Демидов парк, как раз вот в этой дороге. Собаки, щенки вначале облюбовали то место, а теперь вот они вот здесь вот где-то лазают, всю эту округу. Мужчина утверждает, они доставляют неудобства. Около дома стоит лай и вой, особенно по утрам, когда собачники выходят гулять со своими питомцами. Пока, слава богу, не кусали, но проблема в том, что у тех людей, у кого есть мелкие собачки, вот, они гуляют на полях. Они ходят просто с эти вынужденные собачники гулять с палками, потому что они, эти щенки, собаки, начинают их окружать и кусать. Семья хвостатых обитает здесь зимы и за это время существенно пополнила свои ряды. По словам жильцов, это две кормящие собаки, пять взрослых щенков и восемь маленьких. Вот здесь вот бабушка с одного подъезда приходит, приносит большие эти, чуть ли не ведра, еды и вот раскладывает и кормит их. Ну, то, что они здесь бегают, стаи, это да. Мы не видели здесь собак. А вы здесь живете? Да. Ни разу не видели, да? В гаражах постоянно. Мы за гаражей не ходим, а здесь я не видела. Виктор Князев обращался в администрацию города и планирует написать заявление в прокуратуру. По-моему, эта проблема сейчас не решится, потому что, если раньше их усыпляли, отстреливали, травили и прочее, сейчас по закону, по Конституции, по Головному кодексу их надо отловить. Вот. Слышите? Ну, что вы думаете, их надо усыплять? Ну, если был бы закон, то, наверное, лучший способ. Их отстрелизуют, потом опять привозят сюда, они опять начинают опасность представлять. Вон они, вон они лают, щенки. Во время съемок между недовольными собачьим соседством и собачниками, которым жалко бездомных животных, разгорелся скандал. И камнями, и палками в них не кидай. А то я тебе то забью так до такой степени, что ты залетишь под гараж. Да, они гавкают, подбегают близко, ну, чтобы укусило кого-то. Ну, мне их жалко. Они хорошенькие, они, я не знаю, вот правильно, если он палками кидает. Да, и кто будет это любить? Они нападали, и я отмахивался от них. Степан Адамский с супругой в свое время уже взяли домой одного выброшенного щенка и вырастили. Этих пристроить никуда не получилось, но они заботятся о них и подкармливают. Вот с декабря месяца, каждый день, два раза в день, я когда хожу на работу, ходит, кормит муж. Понятно, что может быть неправильно, но чтобы замерзли они, я не смогла этого допустить. Я понимаю, что это неправильно, у кого дети маленькие, все это, все это неправильно. Но поймите меня, но не могу я теперь от них отказаться, они как мои дети. Это животные, у них точно такое же сердце, как у нас, точно такие же эмоции. Тепло любят, и погулять хотят, и все, и поесть хорошо, и тому подобное. Но это предательство, это предательство, это люди выкинули. Они, бедные, остались на улице не по своей воле, и рождаются не по своей воле. Поэтому кто знает, может я на старости тоже останусь где-то у мусоропровода, и если мне собака поделится со мной, я буду только счастлива. Супруги Адамские только за, чтобы щенкам помогли и куда-то их пристроили. И вот это, если сейчас 6 взрослых щенков, 2 кормящих собаки, если еще эти подрастут, это будет сколько, через полгода 16 начнут чиниться, там дальше вообще будет катастрофа для нашего дома. Администрация города, в свою очередь, поясняет. Контракт по отлову и содержанию животных исполнен. В настоящее время направлена информация на увеличение финансирования на данный вид услуги. Готовятся документы для проведения конкурсных процедур. Указанный адрес внесен в книгу заявок. И при определении подрядчика данная заявка будет отработана. В свою очередь, предлагаем жителям исключить прикорм собак на территории многоквартирного дома, чтобы предотвратить их проживание там. Проблема безнадзорных животных поднимается регулярно. Однако, по сути, ситуация не меняется. Дворняги по-прежнему бегают стаями по городу. И это, по мнению многих жителей, опасно. Но стоит ли решать проблему зверским, негуманным способом? Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.